Вот, не только сила, мужчина может закрыть, а мне Александра вообще не закрыть. А, у меня есть комната, где-то закрыть. Я не могу закрыть. Вот, снимайте, что она закрыла. Жителям первого этажа девятиэтажки на набережной 52 в новогодние праздники было не до веселья. 29 декабря в их доме прорвало трубу с горячей водой. И у жильцов теперь появилось много новых проблем и поводов для беспокойства. Дверь перестала закрываться. Я, например, вечером не могу закрыться, пока мне кто-нибудь не ухлопает вот с этого, с коридора. И здесь было испарение такое, сырость, наверное, это повлияло. То есть, больше, наверное, осела стена. Горячая вода хлестала в подвал четыре дня подряд. Лишь спустя это время коммунальщики перекрыли вентили в трубах водоснабжения. Таким образом, все новогодние каникулы люди жили без горячей воды. А чтобы устранить свеч, пришлось скрывать пол в ванной комнаты в одной из квартир. Ну, слесаря выдолбили, все, трубы заменили на новые. Сейчас заделываю, стяжку делаю, бетонирую пол. И в этой квартире тоже как его. Они ушли сейчас. Там у них балка что-то провалила. Стена. Пол нормально пока стоит. Пока. Но оседать стены в квартирах первого этажа начали еще год назад. Жильцы жаловались на трещины в стенах квартир и на лестничной площадке. По словам людей, чем дальше, тем трещины шире. И предновогодний потоп еще больше усугубил ситуацию. Оно оседает, и фундамент идет вниз, двери не закрываются. Как было раньше, сейчас стало еще хуже. Управляющие компании пояснили, что фундамент дома стоит на песке. Видимо, поэтому стены в доме гуляют. Необходимо провести специальную экспертизу, чтобы определить, представляют ли трещины в стенах опасность. Но с решением данного вопроса коммунальщики почему-то не спешат. Тем временем терпение жильцов лопнуло, и они обратились за помощью в областную прокуратуру.